На этом месте могла бы быть детская площадка. Вместо этого здесь горы строительного и бытового мусора. Жители жалуются, однако свалка только разрастается. Разваленные кресла, разбитые телевизоры, пластиковые бутылки – далеко не весь список того, чем приходится любоваться местным жителям. И глина, и всякие плиты. Там у нас колодец специально для водоснабжения. Его заварили, прорвало трубу, и как откопали, сделали. Вот видите, вот он колодец, его очищали, чтобы воду прорвало трубу. Все, вот он. Приехали, очистили и все. А теперь, если опять кто-нибудь засыпет, кто опять это самое? У нас одни пенсионеры в основном живут здесь. Посреди свалки люди живут больше года. Сначала горы появились на одной стороне пустыря, сейчас они повсюду. И в администрацию звонила, и куда только не звонила. Мы передали в полицию. Будем решать, санкционированная свалка или нет. И до сих пор все решается. Камазы возятся регулярно. Мало того, что уже чуть ли не на дорогу, практически на дорогу сыпят. Когда это все уберется, неизвестно. Кормится все обещаниями. Негде ходить и негде играть. Для местных детей вместо качелей и песочниц – отходы. А ближайшая площадка, либо вот там возле девятиэтажки, либо вот возле магазина, возле вот этой пятерки. Все, больше нет. А так выйти с ребенком даже некуда. Везде горы. Здравствуйте, а вы на каком основании сюда возите землю? А кто вам сказал? Начальник? Так весной жители пытались поймать нарушителей и выяснить, на каком основании здесь регулярно валят отходы. Терпение на исходе. Вот колесо, я вот кучу там сделал, здесь сделал, тут сделал. Поэтому чистый. А если так все валили, там здесь, знаешь, какие были места. Люди сами сгребают мусор, чтобы хоть как-то навести порядок. И не понимают бездействия властей. А зимой нам никто здесь не чистит. Мы чистим, сами нанимаем. С трактора чистим. Как люди будут ездить? Вокруг свалку сделали. В администрации железнодорожного района с ситуацией знакомы. И 9 сентября взяли свалку на контроль. Организованы работы по установлению лиц, ответственных за складирование строительного мусора на данной территории. А именно, направлено письмо в отдел полиции по железнодорожному району ОМВД России по городу Барнаулу с просьбой установить лиц. Также, по словам сотрудников администрации, там проводят рейды, предупреждают о штрафах за мусор. Но когда виновных найдут и кто все-таки очистит территорию, остается загадкой. А пока жители волнуют одно – убрать свалку до первого снега. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.